Сочи по климату похож на Австралию, так говорил знаменитый футболист Харри Кьюэл во время прогулки по центральной улице курорта. Экс-форвард сборной Австралии приехал сюда не только познакомиться с достопримечательностями и спортивными достижениями столицы зимней Олимпиады, но и открыть парк Кубка Конфедерации. Первое впечатление от Сочи – это фантастический город, тёплый не только по погоде, но и по гостеприимству. Уверен, здесь все матчи Кубка Конфедерации пройдут на высоком уровне. Я буду болеть, естественно, за сборную Австралии и надеюсь, что после выхода на сочинское поле игроки захотят провести здесь и отпуск. В своё время Харри Кьюэл в составе сборной Австралии завоевал серебряную медаль на Кубке Конфедерации. Сейчас тренирует сборную игроков Австралии до 23 лет, а мечтает стать главным тренером основного клуба. Меткости Кьюэлла в эти выходные позавидовал и бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Они попробовали забить пенальти робокиперу. Проявить своё мастерство в ведении мяча с препятствиями и в настольном футболе могли и гости парка. Для посетителей работали 8 станций. Принимая участие в каждой точке активности, участники получали специальные наклейки. Собрав флаги сильнейших футбольных стран мира, гости парка могли обменять их на приятные подарки символикой Кубка Конфедерации. Здесь всё очень понравилось. Хочу заработать вот этот рюкзачок. Нужно собрать все 8 наклеек. Если мне удастся, буду очень рада. Помимо активных развлечений, для посетителей работали и интересные фотозоны. Все желающие могли примерить на себя шапки болельщиков. Сфотографироваться с талисманом Кубка Конфедерации предстоящего чемпионата мира по футболу «Волком за бивакой». А также попробовать дотянуться до главного трофея победителей турнира. А вот главный подарок для истинных поклонников футбола – возможность побывать на матчах любимых сборных. В родном городе Павла Чернова в Санкт-Петербурге тоже пройдут матчи Кубка Конфедерации. Это вообще сенсация для нашей страны, чтобы принимать такое футбольное мероприятие. Наша сборная играет как хозяйка. Я надеюсь на успешное выступление нашей команды. Ну и легенды приедут мировые. Даже Мексика, Германия, Португалия крыштяна к нам приедет. Мы его, надеюсь, обыграем все-таки. Парки с разницей в несколько дней открываются в каждом городе, принимающем матчи Кубка Конфедерации. Сочинский стадион «Фишт» этим летом примет четыре икры международного турнира из 16-ти. По прогнозам специалистов, во время Кубка Конфедерации наш город посетят около миллиона туристов. Принять всех курорт, как и всегда, готов. После проведения Олимпийских игр мы готовы к любому масштабному событийному мероприятию. Городская среда всегда во все времена в городе поддерживается на самом высоком уровне. Всегда в городе цветы цветут. Всегда хорошее настроение. Город очень гостеприимный. У нас улыбки на лицах наших жителей постоянными. Поэтому наши волонтеры и их улыбки помнятся очень долго. Люди тоже к этому готовы. Мы просто очень ждем. Поэтому я уверенно могу сказать, мы готовы на все 100% добро пожаловать в город Сочи на Кубок Конфедерации. Первый матч пройдет 19 июня. На сочинской арене сыграют сборные Австралии и Германии. 21 числа на поле выйдут игроки Новой Зеландии и Мексики. 25 июня на фиште встретятся сборные Германии и Камеруна. А 29-го на сочинскую арену выйдут победители группового этапа.